Утром она меня часа за два до работы на ноги подымет, чтоб я размялся. Знает, что на похмелье я ничего есть не буду. Ну, достанет огурец соленый или еще что-нибудь по легости. Нальет граненый стаканчик водки. Похмелись, Андрюша, только больше не надо, мой любимый. Да разве же можно не оправдать такого доверия? Выпью, поблагодарю ее без слов, обниму глазами, поцелую. И пошел на работу, как миленький. А скажи она мне хмельному слово поперек, крикни или обругайся, и я бы как боксер и на второй день напился. Так бывает в Иноксеме, где жена дура. Насмотрелся я на таких шалак, знаю. В скорости дети у нас пошли. Сначала сынишка родился, через год еще и две дочки. Тут я от товарищей откололся. Всю полочку домой несу, семья стала числом порядочная, не до выпивки. Выходной кружку пива выпью и на этом ставлю точку. В 29-м году завлекли меня машины. Изучил автодело, сел за баранку на грузовой. Потом втянулся и уже не захотел возвращаться на завод. За рулем показалось мне веселее. Так и прожил 10 лет и не заметил, как они прошли. Прошли как будто во сне. Да и что 10 лет? Спросил левого пожилого человека. Приметил ли он, как жизнь прожил? Ни черта он не приметил. Прошлое вот как-то дальняя степь в дымке. Утром я шел по ней, все было ясно кругом. А отошел километров на 20. И вот уже затянула степь дымка. И отсюда уже не отличишь лес от бурьяна, пашню от травокоса. Продолжение следует...